Наш город, старейший в Ростовской области, всегда позиционировался как исторический. При этом реконструкции часто приводят к утрате этого исторического наследия. Это мы видим и сегодня на Петровском бульваре. Первым тревогу забил известный азовский архитектор, один из авторов памятников Петру Первому и Александру Сергеевичу Пушкину Владимир Фоменко. Я долго молчал, но уже не могу больше молчать относительно варварства, которое совершается. У нас на бульваре, в частности, вокруг памятника Петру Первому, так как это уже моя духовная рана. На двух пушках, которые являются частью памятника, есть информационные таблички. Правда, они почему-то закрашены, и прочитать что-либо довольно проблематично. В 1996 году, после открытия памятника Петру Первому, под пушки, вот здесь две, были заложены две капсулы со святой, можно сказать, землей нашего государства. Одна капсула была привезена с Севастополя, с могил адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина. Привезли ее тогда адмирал из Севастополя, и мы положили тогда ее под лафеты этих пушек. Капсула, которую заложили под вторую пушку, ближе к банку, была наполнена землей из усыпальницы русских царей и землей из-под памятника Петру Первому в Петербурге. Но, может быть, первая капсула была взята каким-то официальным лицом на ответственное хранение, и Владимиру Фоменко не стоит так переживать. Я вчера спрашивал у производителя здесь работ, вы, говорю, сдвинули пушки. Да, там были, говорю, капсулы. Мы их не видели. Вот весь ответ. Нельзя не отметить, что весь комплекс памятника Петру Первому находится под охраной государства. Поэтому я обращаюсь к нашей городской власти, прошу разобраться и установить причину исчезновения вот здесь капсулы и сделать выводы соответствующие. Уровень профессионализма строителей-реконструкторов негативно отразился и на памятнике Александру Пушкину, который также охраняется государством. Пушкин сам оказался в яме. И не знаю, как теперь выходить из этого положения, так как я тоже являюсь автором этого памятника. И вот этот водораздел, получившийся здесь, как его сделали по проекту, я не понимаю, что вот здесь водораздел, перегиб бульвара получился почему-то у самого Пушкина. И теперь та часть бульвара ниже, эта часть выше. А как теперь выходить с Пушкиным или его поднимать? Ну, это дополнительная затрата. Я не понимаю, что происходит. Еще одним негативным последствием работ по реконструкции Петровского бульвара стало и сильное повреждение чугунных ограждений, памятников Петру Первому и Александру Пушкину. Все здесь делалось с большой любовью в 96-м году, к любовью к городу. Ну зачем? Вот так варварски надо ограждения уничтожать. Зачем? Это же все охраняется. Вот когда он сделал памятник, как комплекс, он должен такими оставаться. Кто теперь это будет все восстанавливать точно так? Я не понимаю. Часть секции ограждений погнута и восстановлению не подлежит. Часть исчезла. Я понимаю, что уже давно здесь ходят разговоры и что нанесен общий моральный ущерб, связанный с реконструкцией этого бульвара. Но этот ущерб как-то сглаживается надеждой на будущее, на лучшее, на то, что будет лучше. Но я никогда не смогу согласиться с тем, что созидание будущего, созидая будущее на уничтожении прошлого, нашей памяти, с этим я никогда не могу согласиться.